Пострадавшие от смертоносного оползня в китайском уезде Джоу Цюй требуют провести расследование. Недавно они опубликовали статью на зарубежном веб-сайте о Китае bosun.com. В ней говорится, цитата, «Мы родились и выросли в Джоу Цюй, районе 400-летней истории. Если бы не было некачественной дамбы, оползень не разрушил бы целый уезд». Конец цитаты. Напомним, оползень произошёл в августе прошлого года, тогда по данным местных жителей погибло более 10 тысяч человек. За последние 15 лет в Джоу Цюй местные власти построили 13 противопаводковых дамб. Жители уезда считают, что ключевой причиной августовского бедствия стало плохое качество этих сооружений. При осмотре остатков дамбы видно, что она была построена некапитально. Вместо бетона в основном песок и камни. Такие строительные материалы можно легко сломать даже рукой. По словам пострадавших, селевой поток должен был пойти по каналу в реку Байлун. Но дамба перекрыла этот путь, в результате поток разрушила её, что увеличило масштабы трагедии. Для строительства этих дамб сначала был нанят брат прежнего главы уезда, затем работы семь раз передавались различным субподрядчикам. В документе, сопровождающем статью, говорится, цитата. «Судя по характеру трещины в дамбе, строительный раствор для скрепления стройматериалов не использовался вообще или использовался в недостаточном количестве и был плохого качества». «На качество проекта влияют моральные нормы людей. В Китае от одной до двух третей бюджета на строительство зачастую оказывается в карманах подрядчиков в качестве взятых». Диму Дзяньтен, являвшийся главой уезда на момент строительства дамб, был отмечен наградой за помощь при стихийном бедствии. Его повысили в должности и перевели в городской округ Пинлян, что вызвало негодование жителей Джоу Цюй. По уезду распространяются листовки о несправедливости его повышения по службе. Стоит отметить, что после августовской катастрофы власти КНР запретили жителям региона общаться со СМИ, угрожая лишить их работы и жилья.